Чемпион мира в полулегком весе. По версии WBO, IBF, WBC, IBO. Линейный чемпион и чемпион Европы во втором легчайшем весе. За свою карьеру победил 16 боксеров за титул чемпиона мира в полулегком весе. Член международного зала боксерской славы. Леопардовые шорты мира бокса. Самый обезбашенный боксер, который с каждого боя делал шоу, начиная от выхода в ринг и заканчивая победными словами после боя. И это все один человек, известный всем как принц Насим Хамед. Приветствую вас, тигры! С вами Федорович. А в этом видео мы насладимся чемпионскими боями Насима Хамеда. 17 августа 1994 года. Шеффилд. Насиму нужно было повторно доказать, что он лучший в Европе и защитить свой пояс. А усомнился в этом крепкий итальянец Антонио Пикарди. Правда, сомнения его грызли всего три раунда. 4 марта 1995 года. Шотландия. Хамед должен был защитить свой пояс WBC International против цепкого Рафаэля Лиэнду. И для этого ему понадобилось лишь два раунда. 6 мая 1995 года. Англия. Принцу нужно было защитить свой пояс WBC International в бою против мексиканца Энрико Анхеля, который был очень агрессивным и цепким бойцом. Но уже второй раунд показал, кто тут принц. 30 сентября 1995 года. Уэльс. Насим Хамед решает забрать в свою коллекцию пояс WBO в полулегком весе, который надежно держит под своей защитой англичанин Стив Робинсон. Битва за такой желанный трофей была яркой и продлилась 8 раундов, после которых пояс поменял владельца. Субтитры создавал DimaTorzok 8 июня 1996 года в Нью-Касле Насиму предстояло защитить свой пояс WBO в полулегком весе против непобедимого пуэрториканца Даниэля Алисио. Но несмотря на туманные прогнозы, Хамед показал на деле, что слова ничего не стоят. Субтитры создавал DimaTorzok 8 февраля 1997 года. Лондон. Объединительный бой за два пояса. Насим положил на бочку свой пояс WBO, а его соперник, крепкий американец Том Джонсон, поставил на кон свой пояс IBF. Это был непростой и напряженный бой, который продлился непривычных для Насима 8 раундов. Субтитры создавал DimaTorzok WBO и IBF, на которые положил глаз опытный англичанин Билли Харди. Но полторы минуты боя все решили. Субтитры создавал DimaTorzok 19 июля 1997 года. Wembley Arena. Насим выходит в ринг, чтобы защитить свои пояса WBO и IBF от опасного аргентинца Эрардо Барреры. И делает это великолепно. 11 октября 1997 года. На Шеффилд-арене. Принц Насим Хамед показал один из лучших своих поединков. Защищая свой пояс WBO от сбитых кулаков мастеровитого пуэрториканца Хосе Байдильо. 7 раундов зрители наслаждались шоу перед остановкой Рэфа. 19 декабря 1997 года. Насим проводит дебютный бой в Америке на Мэдисон-Сквэр-Гарден, в котором ему нужно было защитить пояса WBO от посягательств матерого Кевина Кэлли. Это был очень драматичный и захватывающий бой, который, к сожалению зрителей, продлился лишь 4 раунда. Принц Насим Хамед закончил карьеру с рекордом в 36 побед, 31 из которых была нокаутом и всего одним поражением от Барреры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как относитесь к браваде Насима в ринге. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok